Без надзвычайных ситуаций Могилёв вытремал проверку первым снегом. Подрыхтока до новогодних святов почалася. Калий будет ладиться головная ёлка Могилёвской в области. Безпечный спектакль от Театра Лялек и Могилёвских воротовальников готовы протстать перед глядачами. Амаль Аранжеву зрою небезпеки. У автора краницы в улице областного центра и некоторых инших населенных пунктов сустракали гурбами снегу. По информации об алгидромет, у Могилёве снегопад почался каля трогаде ночи. У вынеку вышение снежного покрова склала 14 сантиметров. Как у Могилёве объявить оранжевую зрою небезпеки, кажут синоптики, не хапила одного сантиметра падков. Як поведомили у дорожно-мостовым предприемстве, на уборку в улице областного центра от снегу выехала с паусотни спецмашин. Шаровали дворники, пришлось опрацывать и автомобилистам. Почистим снег и поехал. Как движение по городу? Ну, не интенсивно, скользковато, но нормально. Погаршение умов на дворе синоптики прогнозовали яше спонядделка. А падки у выгляда мокрого снегу обяцали не только у Могилёве. Больше всего снега выпало у нас в Могилёве. На утро высота снега у нас составляет 14 сантиметров. А в сравнении с областью, например, в Могилёве в Лубнище на метеостанции всего 2 сантиметра. В Горках нету даже и сантиметра. И в Славгороде 3 сантиметра. А кроме снежного покрова, в области местами был моцный туман и слабый гололёд. Так, на трассе Могилёв-Минск за дренных умов на дворе водители вымушены были значительно снижать худкость. А вот это уже Белынинский район Раницы Ауторка. Тут пановала теплая Восинская на дворе. Добрый час, как сбирать по желклое листье. Как кажут синоптики, снежные хмары обошли в этот район боком. Такие поводины на дворе традиционные для листопаду заполняют специалисты. Синоптики лишь от яго месяцам, прадзимья и подобное может повториться. А поколь Могилёвская дятва спешается погулять у снежки и зляпить снеговиков. Бо у ближайший час чакается повышение температуры. Ну а снегу-то рады сегодня? Да! Андрей Шуляк, Александр Тарасов. Новины региона. Справа Климовицкого ликера-горылочного завода знаходится и в экономичном суде Могилёвской области. Предприемство заявляется не платежа с дольным, и тя первое у дочинения до его открыта конкурсная вытворчасть. Это значит, что ликера-горылочный завод, який заявляется другим податкоплательщиком Могилёвской области, распыжал шлях до финансового оздоровления. До начала февраля будущего 2018 года антикризисный управляющий обязан провести первое общее собрание кредиторов должника РУП Климовичской ЛВЗ, на котором фактически будет определена дорожная карта для данного предприятия. Это либо ликвидация, либо санация. Но с учетом того, что данное предприятие является одним из основных налогоплательщиков области, с учетом того, что возможно, даже на данном этапе мы увидим выход на рентабельную работу, все-таки мы прогнозируем, что кредиторы согласятся с тем, что в отношении предприятия необходимо открыть процедуру санации, то есть оздоровление, восстановление платежеспособности. Губернаторская елка пройдет 27-го с Нижнего областного центра творчества. Про это телерадио компании «Могилев» поведомила наместник начальника управления «Адукация Балваконкама» Ирина Кускова. Усим запрошенным на свято детям урочат новогодние солодкие подарунки. Усяго маль 700 штук. Так само традиционные солодкие подарунки до новогодних святов отримают уседы шкаляты в области и в ушни с 1-го по 4-й классы. Без уваги не застанутся дети-сироты, малые, які застались без опеки батьков, дети-инвалиды, те, кто знаходятся в социальных притулках, центрах коррекционного навучания и домах детяти, дети сашмадетных маломайомных семью. Это предуглежено решением Аблаконкама от 13 листопада 2017 года. Гар и Райваконкамам рекомендовано выдатковать гроши с мясовых бюджетов для закупки подарунков. Уручение ласунков маленьким же храм в области участия ранешников и доброчинных ёлок начнется со стартом доброчинной новогодней акции «Наши дети» 11-го снежня. Поступать у магистратуру будуть по новых правилах. Претендовать на место вечерней завочной формы навучания не смогут ты, у кого есть не меньше за 10 месяцев працованного стажу. У Могилёвских ВНУ высшайшую адукацию другой ступени отрымливают надённые и завочные формы навучания. И да гэтуль колькасть магистрантов с каждым годом повялічвалася. Наприклад, у Беларуско-Российском университете теперь выучатся 148 магистрантов у тым лику иностранцы. У Могилёвским державным университете имя Куляшова 135. Поступать у магистратуру можно будет только с оригиналом диплома об высшейшей адукации. Специалисты меркуют, что гэты да поможа пазбегнуть выпадку залечэння одного студэнта у магистратуру некальких ВНУ. Так само пошыруся спис тых, у кого есть первоважная права на поступление. Даруслые цацкие и непослухмяные запалки. Суместный беспечный спектакль створили Могилёвский театр Лялик и областное управление МНС. Першую постановку представят детям с Костюковичу. Наша здамечная группа побывала на генеральной репетиции. Песни, яркие декорации и живый диалог с глядачами. Агалонная паучальная история про тое, чаго нельга рабить. Могилёвские оборотовальники звернулись за допомогой творчага коллектива Могилёвского областного театра Лялик и суместно поспробовали донести корыстные обеды о забавляльной форме про спектакль. Гора актёров, интересные декорации. Я думаю, что спектакль интересен не только маленьким детям, но также мамам, папам, бабушкам и дедушкам. Не так часто мы работаем с такой темой. И здесь есть такой двойной эффект, чтобы не уйти в откровенную назидаловку, в откровенную агитацию. Агитацию и сделать, чтобы это было немножко весело и немножко интересно и поучительно в то же время. Над постановкой працевали по угады. По сюжету непослухменная запалка подговорвая хлопчика, тему, кота и собаку развести в огнище на балконе. До чего это провело и яку, реште, пазбегнуть трагеды. Про это глядачы протягивают, разважать нам от пасля показу. Мне вельми спадабался этот спектакль. Почему? Потому что он корыстный для детей. И цикавый? Да. Пасля генерального прогону опошнее суместное обмеркование, выправление дробязев и постаноку готовы представить глядачам. Плануется, что спектакль «Дорослая цацки» и «Непослухмяная запалки» объеде все районы в области, а с наступного года яго уключать у репертуар Могилевского областного театра «Лялек». Кристина Каранкевич, Алена Мелюшчанкова, Александр Тарасов. Новины региона. Белорусская республиканская спартакиада инвалидов-колясочников «Золотое коло» завершилась в Могилеве. Пасля шестигодового перепынку с поборницей знов собрали самых активных и мета на кераванах. В закупах в Беларуси спрошались 7 команд за всех регионы Украины и города Минску. Участвую во многих таких соревнованиях. Очень нравится. Достойные судьи, достойные соревнования. В первую очередь показать новым колясочникам, что мы есть, что можно жить в коляске, пообщаться тоже, приехать, найти новых друзей, знакомства, потому что многие инвалиды сидят дома. Дваеборья – армрестлинг, дартс, боча, паурлифтинг. Больше за паусотни человек спрошались у спорткомплексе «Олимпиад» заголовный приз «Золотого кола». Пасля долгого перепынку ладить с поборницей приходилось на ново. Однако сами удельники, по словам журы, у доброй спортивной форме. Все лето вызначили шмат переможцев по кожным виде дисциплин и категории удельников. У командным же залику головный кубок «Золотого кола» поехал у Минск, серебряные медали у Борщан, а бронза у Могилева. Але, як кажуть, сами удельники на таких споборницах зауседы денежая принцип на першем мессе удел. В соревнованиях подобной рода я уже с 97-го года, но я профессионально тренируюсь в спортивном танце на колясках. А здесь я принимаю участие для того, чтобы встретиться со своими друзьями, для того, чтобы поддержать какую-то свою физическую форму в то время, когда у меня нет тренировок. И просто это очень хорошо, это позволяет людям не сидеть дома, развиваться, это позволяет также выявить сильных и возможность сформировать какую-то национальную сборную по другим видам спорта. Все летние удельники спадяются, что в наступном годе спартаке одезновь быть, бо для кожного за них это не просто спортивная эстафета, а с встреча добрых сябров. Илья Соболев, Алена Мелешанкова, Александр Тарасов, Новины региона. Наши новины доступны на сайте ТВР Могилео. А так само долучайтесь до наших групп во всех социальных сетках Инстаграм и Телеграм. А я на этом с вами разведываюсь. Дякую за увагу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин